В Иванове на реке Талка состоялся турнир по прыжкам в воду на велосипеде. Раньше любители экстрима собирались небольшими группами без ведомок городских властей и заряжались адреналином, смело отправляясь в воду вместе со своим двухколесным другом. На этот раз мероприятие прошло официально. Организатором фан-джампинга выступило Ивановское велосипедное сообщество «Велоштурм.ру». Фан-джампинг – это не иначе, как полеты над водой на велосипеде. Решаются на такие трюки, пожалуй, самые отчаянные, ведь порой такой прыжок не обходится без травм. Одно из обязательных условий для допуска к соревнованиям – непотопляемость велосипеда. Добиться этого просто. Скотчем к раме прикрепляют пустую пластиковую бутылку. Также необходимо защитить голову. Подобное увлечение чревато ушибами о воду. Падает всеми частями тела, лицо, живот, пузо. Чем ровнее ногами войдешь, тем меньше получишь удар. А также в воздухе здесь нужно выполнить элемент, если ты умеешь. Если нет, то радостно прыгнуть в воду. Желающих полюбоваться на экстрим-шоу собралось в разы больше, чем участников соревнований. Многих от прыжков в воду удерживали доводы разума. Я, во-первых, не уверена в себе, потому что ни разу это не делала, до этого не тренировалась. Во-вторых, нужен обязательно шлем, чтобы случайно повредить самую важную часть – это голову. Я так думаю, что спет должен быть все-таки дертывый. У меня кросс-кантри, поэтому я сомневаюсь, что смогу на нем прыгнуть. Но люди прыгают и на таком. Во время турнира жюри выбрало лучший костюм. Среди парней внешним видом отличился Артем Сушков из Ярославля. Второй приз был отдан Елене Пантелеевой – единственной девушке-участнице. В прыжках в воду она проявила не меньшую смелость, чем представители сильной половины. Все чудесно, прыгнула потрясающе, никакой боязни. Правда, первый раз чуть-чуть, когда увидела склон, испугалась. Но так все потом пропало после первого раза. Я так прыгаю, особых трюков не делаю. Главная цель экстремалов – выступить максимально зрелищно. У многих это получилось. Пираты в воздухе, забавные кувырки и море брызг никого не оставили равнодушными.